ребят всех приветствую приехал на так скажем обзор очередного вездехода встречает меня вот такая вот дорога прекрасная вот дорога была и вода но это не беда потому что меня сейчас здесь встретят вездеход смотрим прокатимся и кстати он он едет кстати почему я приехал сюда за 50 километров потому что мне попросили как бы показать людям аппарат и этот человек он его продает если кому нужно номер телефона я оставлю то есть получается каракат на шинах тром вот мы сейчас видим вот он едет меня встречать вот на таком вот аппарате сейчас мой кратенький обзорщик сделаем на него волны волны пустил сам этот изобретатель данного девайса ну прокати меня на тракторе но я боюсь судебных факторов да как послушай не заглох до марна не заглох до конца не надо владелец зовут сергей рассказывай про свой чудо девайс то что он продается я уже сказал с чего состоит сколько кушает кушает по мере как будет сама паспортные данные там 400 чем-то грамм на один моточас но когда сопротивление большое примеру там по грязи или там по снегу естественно понятно добавляет кпп такая классическая четырехступенчатый тут тоже все классическое все делает кулак поворотный улаза как будет самым по накатанной схеме раздатка низкая мосты классические понятно колеса этот тромб 3 колу санитры еще 300 на 600 тысяч 300 на 600 диски вот такие вот интересные на данный момент они камерные потому что резина был новая резина очень дорого стоит как вариатор себя показывает это у меня первая модель как бы мне нравится то есть можно с любой передачи тронуться и поехать ну да да скорость максимально ну честно говорю замерить не могу не могу ну и сильно так это у километров за 30 точно есть так покажи пожалуйста насколько он тонет у тебя в воде приблизительно при преодолении где-то вот до мостову так вот что задняя часть вездехода шоу перед на катер редуктора не блокированы но понятно тут как бы не присутствует такая фишка как диагональное вывешивание можно дополнительно блокировку ставить если опа сяду за руль так ну как вам сказать газулька газ это тормоз то есть сцепление в нем нет а тормозок есть на вариатор нет нет а при в переключении передач хруст нет хруста нет он ведет за счет ремня немножко приходится это но здесь как я тормозок надо бы вставить да ведь я на ходу не переключаясь потому что я вижу перед собой то есть задачи где мне надо преодолеть я как бы сразу выбираю скорость там вторую или третью ставлю там или первую допустим а сложности прохождений это все алюминиевая это сам красил нет она крашена это лист крашеный уже а что такое алюминий как слоями что непонятно слоистый какой-то внутри короче с обеих сторон алюминий листовая фольга а внутри пластика размеры листы на вас половиной на метр двадцать пять больше тысячи погоны метр не квадратный то есть а погоны ну то есть как вариант заменитель алюминию да от по крепкости я вот чувствую что он вот просто крыло согнул вот и очень жесткий такой сейчас посмотрим так ну и цена данного девайса шеф я не знаю продают это самый как 300 цена понятно а на авито объявление выкладывал и ничего не просмотров еще нет или просмотры были звонки приезжали вот два человека недавно ну что то как то то ли просто скопировать то ли просто интересно тест драйв устраивал пока тишина понятно первый ушел прям люди приехали заинтересовались тест драйв сделать видео сняли где нибудь такие препятствия чтобы для него было проблематично преодолеть а какой вода вон пожалуйста бугор я вот вижу вот там не в тот бугор там вряд ли какая техника зайдет там очень крутой бугор там угол примерно я не знаю градусов 35-40 и плюс песок еще там пешком-то хрен зайдет короче я такую фишку чересчур жестокую задал да не не это же там даже на мотоциклах не заезжает ну а так на рыбалку гоняешь да все четко на рыбалку по зиме по снегу снега не боится а ютуб вообще просматриваешь дед валентина шерп видел да я смотрю за ним за его каналом смотрю прям с самого рождения там получается два канала а как строил дед валентин вездеход у меня почти все на канале потом дед валентин открыл свой канал и достраивал вездеход а как ты относишься к вездеходам типа борта поворотной ну не знаю мне лично каждый под свою цель как бы делает но мне вот этого достаточно ну понятно ну там в том прикол в чем потому что он как бы цельнометаллический так скажем да ну там немножко больше проблем поваляться можно там очень много всяких узлов и агрегатов которые требуют токарных работ там во первых он в обслуживании он мне кажется содержать его будет проблематично почему не знаю как он лазил вот по своим болотам по всем этим как бы ну так топлика вот где там на на реке он ближе к сне реки на реке и лазил там по камышу если там что-нибудь хлопнется то караул вот и там проедешь короче грузим газель влезет тест драйв кто кого удела это стоит денег его собрать попробуй тут одна резина будет стоить пол делать дело в том что он-то вложился тоже не она резина на покрышка говорят рублей 50 вот такая одна нет она не если но если новая я тебе скажу у нее была цена 19 с половиной тысяч это делает люберцы люберцы завод делать она прям можем у меня даже где-то адрес то есть новая одна покрышка до без диска ну в общем комплект 4 штуки вместе с дисками где-то в районе 120 ну как говорится коль ты мой youtube канал смотришь ссылочку там нет свой номер телефона я укажу в описании если кому-то интересно по этому аппарату пусть связывается но ватсап у тебя нету да ватсап не так что не пытайтесь найти в ватсапе почему наверно потому что с интернет проблем нет или у тебя кнопочный телефон данный момент и кнопочный телефон мне принципе работа не позволяет и цену потому что переломишь то есть всегда на вышке там на монтаже в том плане так интернет еще есть и есть одна такая фишка вот бронетелефоны вот такие вот на который встать можно по в воде утопить там пыль не бояться ну забывайте наш курсах дело не в том что понятно так вижу год 15 сил я думаю за страну где бы найти нам сейчас какой-нибудь проблемное прокатиться местечко или воду глубокую сейчас проблемных местах нету грязь для него вообще не проблема понял что и проблему переплывем сейчас вот так объедем он там прям поперек переплывем спасательный круг брать с собой или жилет там что уже там и ласты по собой в багажнике привез ну что тогда поехали я думаю да я прикалываюсь конечно с электро стартером показывать что говоришь сразу сразу передача и штук которую нужно диапазона как сказать скоростей вариатора вполне достаточно ну-ка газ на всю сделай посмотрим скорость будет набирать а через это переехать так это речка сирп это старая как-бы русска что ли как-то так-то ну что загороженного я-то переехать третье время погружаемся в воду и плывем ну дед валентин чуть-чуть побыстрее идет то есть она вот я сейчас на этом борту а самое прикольное всего же спиннинг можно кидать да а у дед валентина спиннинг не кинешь и он прям плывет так классно ну да задача не стоит в принципе чтобы на нем плавать а задача стоит чтобы переехать правильно ну да ну да ну да ну да а ну да Так, ребят, сейчас третья передача. Третья передача, вот. Ну, дорога грязная, и чувствуется, что немножко движок напрягий идет, прям слегка. Ну, идет уверенно, в принципе, без проблем. Сейчас мы будем переезжать еще раз на эту кучку, и я сбоку сону. Да, я спрыгну. Видишь, как говорится, как два пальца об асфальте. Настоящая деревенская техника. Вот только автора ездили. Так, тут можно гвоздь поймать. Здесь дрова сарау ломались. Ну, что тебе сказать? Аппарат зверь. И вот этот материал интересный. Кстати, где он продается? Я не видел даже такой ни разу. Там бы я не находил. Столик, мне братишка привезел. Это, может, авиационная какая-то херотень? Нет. То есть в центре? Пластик. Пластик в центре. Вот, видишь? Алюминию. А как это называется вообще, по-правильному вот эту штуку? Короче, в интернете можно забить либо композитный материал, либо алюкобонд. То есть вот так. Но я думаю, самодельщикам этот материал понравится. Потому как он и дешевле. Ну, дешевле он в разы, чем алюминия. Во-первых, фрезой одну сторону надрезаешь, и можно не резать, гнуть. То есть, ну, какой-нибудь коробок согнуть. Что у тебя тут еще интересно? Да, больше ничего. Самодельного ничего. Понял. Самодельного нет ничего. Так что, как и дело. Только вот этот вот чудо-девайс. Так, а рулевая, я-то говорил, от какого москвича? Да, 41-й. Ну, рейка. Ну, в общем, сюда можно при колхозе все, что угодно. Самое что интересное, диски, блин. Это я брал в Твери у пацана. Переходная шайба сделана. То есть, шайбу выкинул, диск выкидывать не обязательно. Другую шайбу поставил, и на Вазовскую ступицу, и на Невскую перешел. Ну, высота, в принципе, очень даже огромная. Мне кажется, что на этом вездеходе, на жигулевских колесах, можно ездить. Ну, 70 сантиметров дорожный проклят. Ну, понятно. Так что-таки дело. Понятно, понятно. Ну, в общем, я уже, как и говорил, в чем плюс. То, что спиннинг с него можно кидать, а вот у деда Валентина уже на крышу лезть придется. Не, ну, каждому под свои задачи. То есть, вот так скажем. Я первую сделал, в общем, получилось, ну, как бы, ребята у меня забрали. То есть, я продал. Вот. Первый. Идентичный. На такой же лебзине все то же самое. Они взяли меня, короче, так скажем, в кемпинг, если там у человека, они взяли на охоту. В общем, с него, блин, утоку высаживают по лужам. И сделали на него, короче, типа конга такого. И маску, москитную сетку вот эту вот, маску сетку делают. И с него же стреляют, блин. А вот в чем были отличия, вот это уже второй у тебя такой аппарат. В чем были отличия вообще? Ну, там рулевая колонка стояла. Другая. И все. Остальным все один в один. Ну, почти. Тоже и вариаторы, и вся, вся, вся. Да. Пробовал на цепях, пробовал, как бы, все варианты. Ну, самый вот вариатор. Ну, вот еще, если как с полноценным сцеплением, ну, не знаю, я думаю, будет душиться движок. Ну, понятно, вариатор, он не дает движку задушиться. Да, здесь вариатор пробуксует. По крайней мере, движок это самый. Если ставить мощнее движок, опять же, увеличится расход. И опять же, куда-то будет это выносить. Либо с такими колесами, может, на мосты пойдет нагрузка. Может, смотри. Может, смотри. Ну, смотри, насколько я знаю, вариатор вот этот переваривает вот в сафари, да? Он переваривает до 30 лошадиных сил. Я знаю одного человека. Евгений Пикулев, по-моему, в ютубе канал. У него стоит от какой-то иномарка японской. 50 с чем-то кобыл движок, гусеничный вездеход. И вот у него такой же вариатор. Он говорит, если Гарри не давать, то нормально. А если, говорит, на всю дурь где-нибудь даст, то может, говорит, ремень попахивать там. В общем, единственный недостаток, это поставить вот сюда тормозок. То есть, как же это все показать? То есть, на первичный вал КПП поставить надо тормоз. Все, больше тут ничего переделать не надо. Просто мне... А капот далеко? У тебя как он выглядит вообще с капотом? Сейчас накрою просто, я ставить не буду, просто накрою. Я думаю, людям будет интересно. И сколько примерно алюминия ушло на этот аппарат? Вот этого алюминия. Где-то то ли 12, то ли 14 квадратных метров. В деньгах. Я не считаю. Цели не было считать. Вот это уже совсем другая история. Сейчас тепло, чтобы не грелся. Прикольно. Брутально. Вот это мне больше всего нравится в этом вездеходе. Вот это вот. Надо машину себе такой поставить. Вариатор, говорит, еще не разогнался до конца. Так, ну что. Пойдем следующее видео снимать. Вон пилорама, вон там, на покрышечках. Это будет следующее видео. Хотел сцеплять на газ. Я сейчас тоже поеду через речи? Не знаю. Ну и газовариатора давайте. А прикольно. Высоко сижу, далеко гляжу. Валентин, конечно, пониже. Ну, понятно, да. Ремни не менял, не разог? Нет. Ну, ремыш нет. Да полуклывем полугольца. Вот здесь вот так будет. Слывем, да? Ага. Все. Выключай, да? Вот и приплыли. Можешь посигналить, что пошли здоровые. Садись. Пять. Имеется вот такой бардачок. Сюда можно рыбу складывать. Мазел. Что снизу приспалывать? Так, ну ладно. Значит, как говорится, репортаж окончен. Всем пока. Пока не скажешь людям. Пока-пока. Не болейте.